Сейчас, к сожалению, Александр Емельяненко терпит одно поражение за другим в самых разных турнирах, и блеск его былых побед тускнеет с каждым проигрышем. Но в свои пиковые времена он был настоящей звездой мировых смешанных единоборств, и тогда любое его поражение воспринималось как настоящая сенсация. В 2013 году Александр, после попытки ненадолго завершить карьеру, вернулся на профессиональную арену и победил Боба Сапа и бразильского дракона Родриго Гелке, а в январе 2014 года вышел на бой в организации Колизеум Файт, где его соперником стал незнавший поражение ученик Алексея Олейника. Его звали Дмитрий Сосновский по прозвищу «Злая машина». И к тому времени он имел 7 побед в 7 профессиональных боях и был готов к большим вызовам. Дмитрий отличал огромная физическая сила, отличная техника и стремление побеждать любого оппонента. Встречайте новинку от настоящего отечественного бренда «Великорос» – коллекцию премиальных кожаных аксессуаров, бумажники и кардхолдеры, надежное место для хранения ваших денег и банковских карт, выполненное с огромной любовью к русским традициям. Красивые орнаменты, нанесенные методом горячего теснения, будут радовать вас каждый день. А жизнеутверждающий лозунг заставит одобрительно улыбнуться каждого, который разделяет философию и ценности настоящих великоросов. Также достойным атрибутом станет и удобная, практичная ключница. Ключи от вашего дома хранятся небережно и безопасно, не извиняя лишний раз и не повреждая других предметов в кармане или сумке. Ну и конечно же, ваш паспорт тоже должен быть отец душой. Элегантная обложка с оттиском могучей медвежьей лапы и надписью «Великорос» надежно сохранит ваш главный документ. Все изделия выполнены из высококачественной буйволиной кожи «Краст» и «Крейзи», ведь издавна Рульс славилась искусными кожаных дел мастерами, пришло время возродить эти обычаи. Специально для подписчиков нашего канала по промокоду М1 «Великорос» дает скидку. Ссылка на магазин будет в описании и закрепленном комментарии. Обязательно переходите и заказывайте вещи от настоящего отечественного бренда. Ну что, мейн-эвент. Александр Емельянин против Дмитрия Сосновского. Ой-ой-ой, что-то будет. Понятно, что предыстория у поединка есть. Александр в последнее время стал одним из самых одиозных, пожалуй, персонажей российского мира. Ну, наконец-то, вот, в общем, у него бой состоялся. Преимущество в чем, у кого где. Сосновский ученик Олейника, Алексей, о нем много довольно рассказывал. Физически очень сильно, очень здорово борется. 7-0, опять же, Александр Емельяненко. Преимущество, наверное, в опыте в большей степени. Насчет ударной техники не знаю, в общем, сейчас посмотрим. Первый раунд. Формат 3 по 5. Дима не стал откладывать дело в долгий ящик. Сразу же, про закладушки в лучших традициях Алексея Олейника. Если даже удар не попал, просто сноси. Снес Александра на канвас. И, вспоминая как раз предстартовать, что называется, интервью, которое давало впечатление. Уже кровь появилась. Не видно, кого. Да, вот он есть. Сбросил ноги, зашел сбоку. У кого рассечение-то? Что такое? Головой ударился, что ли? Да. Да, неприятно. Вот очень большого желания побежал вперед. Так вот, Дмитрий в интервью с очень простодушным видом рассказывал то, что, да нет, мы будем разбираться в ударной технике, мы будем, кто крепче, зная, во-первых, Алексея Олейника, не понаслышке, и зная его манеру и методику подготовки спортсмена, то, что про Дмитрия рассказывал, типа, что, знаете, услышать от Олейника слова, что у меня в партере были с ним проблемы, это, в общем, дорогого стоит. Так что Дмитрий немножко, на мой взгляд, лукавил, рассказывал, что он будет в стойке разбираться. Мне это виделось, это был партер. Стоп, стоп, стоп! Внимательно! Бой! Время, готовы! Бой! 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 Ну, посмотрим, что будет дальше. Из позиции сбоку. Если брать именно достижение от Дмитрия, ну, не, смешно-то, не набор смешно, во-первых, сбоку пошли, души. Физически очень сильный. Бежи, бежи! Пока держит. Пока держит, 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 держит. Ушел. Александр очень здорово здесь сработал, перетерпел. Да, перетерпел, взял гард. И сейчас оплотовцы, в зале, я подозреваю, немного, низко поддержат Дмитрия Сосновского. Александр включился. Вы знаете, вот малейшей расслабленности вначале уже не осталось на следа. И, как мне кажется, вот данный поединок, он будет вестись кому что более выгодно. Дмитрию за счет молодости, прежде всего, в дни держать Сашу в партере, чтобы нейтрализовать ударную технику. Оттягивайся, сбрасывай ногу. Слышен голос Алексея Олейника. Как по ноге. Смотрите, смотрите. Вот это уже опасно. Вот это уже очень опасно для Александра. Попадание в челюсть. Сдача. Сдача. ТКО. Забил. Ты понимаешь, что ты это сделал? Действительно, ты понимаешь, что ты это сделал? Ну, действительно, понимаешь. Другое братство оплота. Эмоции сейчас, конечно. У Дмитрия Сосновского совершенно сумасшедшие. Почему? Потому что победить настолько именитого соперника это очень-очень большое дело. И о чем еще говорилось? О том, что соперников подобных Александра Емельяненко, в принципе, у Дмитрия до этого момента не было. Своих оппонентов он разбирал, сметал. Победы, собственно, приемами. Победы добиванием. И ровно то же самое. Никто не мог так раньше подойти и вот так свалить с Александра Емельяненко, добить его, пытаясь задушить. Ничего не смог сделать Александр. Пытался вначале прижаться и не дать сопернику работу добиванием. Но Дмитрий все сделал сверхправильно. Вот это победа. После этого поединка вся ведущая спортивная пресса писала о том, что у Александра Емельяненко во время схватки было сломано челюсть. Однако сам спортсмен-то всячески опровергал. А вот Дмитрий Сосновский одержал еще две уверенные победы и потом из-за травм на три года выпал из спорта. Он триумфально вернулся в 2018 году и уничтожил соперника в дебютном бою UFC. После чего снова последовала череда травм. А затем Дмитрий угодил в очень неприятную историю. И на 8 лет оказался отторном не только от профессионального спорта, но и от обычного образа жизни. Но возможно, что по примеру Марата Балаева Сосновский когда-нибудь вернется в ММА. И как знать, может быть даже продолжит свою безупречную победную серию. У меня были большие сомнения, но я в ММА занимаюсь всего год. И за этот год до этого пианино занимались, что ли? До этого занимался спортом далеко отдаленным от боев. Я думаю, он качал. Сказать, что все, что я смог приобрести за этот год это благодаря легендарному человеку просто Алексею Алексеевичу Олейнику который за год смог сделать из обычного дворового парня бойца, который может противостоять таким соперникам, как Александр. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ